4 тысячи квадратных метров. Стационар Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы отремонтировали в кратчайшие сроки. Дело осталось за малым завершить работу на фасаде здания. Впрочем, новым будет не только цвет стен, но и оборудование. В рамках капремонта было поставлено большое количество нового оборудования, это более 500 единиц. В том числе тяжелое оборудование, это рентген, современный цифровой рентген. То есть теперь нам не нужно будет делать рентген на обычных, как сейчас через кассету, потом проявлять его. Конечно, снимка, соответственно, резко выросла, потому что мы сейчас видим все это в цифре на экране, на мониторе с большим разрешением. Бумажная медицинская карта скоро останется в прошлом. Новое оборудование подключено к интернету. Поэтому, например, получить консультацию у коллег из другого медучреждения или передать результаты обследования можно в режиме реального времени, не покидая рабочего кабинета. Также, по последнему слову техники, здесь оборудованы предоперационная и операционная. Их преимущества медики уже оценили. Провели ряд уникальных для Звенигорода операций. Примерно две недели назад у нас была сделана атероскопическая операция, сделали наши травматологи. Мы сейчас здесь стали ставить суставы, то есть делать замену суставов. Раньше таких травматологов мы тоже не делали. То есть мы по данному учреждению выходим уверенно в группу БМП. Это высокие медицинские технологии. Планировали в начале 2021 года. Успели раньше. В Звенигородском стационаре развернуто 220 коек, 7 палеотивных. Скоро еще 4 оборудуют специально для ветеранов Великой Отечественной войны. А до конца года в больнице появится томограф, который позволит открыть здесь полноценный травмпункт. Все необходимые штифты, болты, суставы все есть, поэтому кто-то уже ставит. А вот крестообразную связку сделаете? У нас есть доктор-артероскопист, который у нас на 0,25. Он оперирует не только передние крестообразные связки, задние крестообразные связки, внутренние коллатеральные связки, плечо, локоть. То есть уровень очень высокий. Если у нас будут возможности по вакансиям, он готов перейти к нам. Кадровый вопрос – один из главных в повестке Звенигородского здравоохранения. Именно из-за него пока не удалось создать в городе полноценный детский стационар. Как мы решим кадровую проблему? Мы откроем стационар на полных, на 24 часа, как это положено, и управление на сохранительный стационар. С начала года в поликлинику Звенигорода трудоустроились 7 специалистов. Сейчас ищут педиатров. Соискателям, кроме адекватной заработной платы, готовы предложить меры государственной поддержки. Например, участие в программе «Земский доктор». Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».